А к нам сейчас присоединяется физиогномист Светлана Филатова. Светлана, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте. И вот почему, Светлана, без вас тут не разобраться. Смотрите, информации крайне мало. О чем говорили они, Путин, Лукашенко, 4,5, почти часа, никому не понятно. Мы тут можем строить только догадки. Но, и тут вы нам поможете, иногда жесты, мимика, позы человека могут сказать гораздо больше о взаимоотношениях, чем любые слова, особенно если эти слова произносят политики. Давайте вместе с вами, пожалуйста, посмотрим на фотографии. Вот мы выбрали три снимка. Давайте посмотрим. Вот о чем нам говорит этот снимок? Я вижу, что Лукашенко крайне заинтересован в своем собеседнике. Но мы видим наклон корпуса к собеседнику. Кроме того, ноги тоже наклонены, да, и носки, обуви смотрят, получается, тоже в сторону Путина. Кроме того, еще мы видим, что руки сложены в замок. Но обратите внимание, та рука, которая ближе к нам, она немножечко как бы свисает. Безвольно, можно сказать. Это крайняя степень волнения и заинтересованности в собеседнике. А со стороны Путина я вижу, что он сидит довольно спокойно, уверенно. Как вы видите, раскинул ноги, облокотился на спинку кресла. Ну и, в общем-то, ну, спокойно совершенно. Он не так, он волнуется, но не так, как собеседник. И, в общем-то, он менее заинтересован вообще в собеседнике. Давайте, пожалуйста, еще один снимок. Да, это очень интересно, просто супер. Давайте еще вот эта фотография. Что можно сказать, какой сделать вывод? Ну, я вижу, что Лукашенко сейчас, он как, он обороняется. Обороняется, руки сложил в замок, да. Для него это такой барьер. Кроме того, по лицу мы видим, что плотно сжата челюсть. Челюсть — это волевые качества. Но человек в подавленном состоянии, эмоция печали проскальзывает. Конечно же, он старается держать лицо, но мы видим, что он очень подавлен. Очень. И заинтересован опять-таки. И обратите внимание, кстати, смотрит вниз. Он смотрит на руки собеседника. Он, ну, это, наверное, просто кадр. Здесь выводы делать сложно. Но, в принципе, тоже было видно, что он смотрит чаще вниз, нежели на собеседника. То есть он как провинившийся человек, да, перед... Понятно, понятно. Кстати, эти снимки сделаны из Пуловского видео. То есть это из того, той официальной Пуловской видеорассылки, которую получили все агентства. Светлана, пожалуйста, еще один снимок. Давайте посмотрим на Владимира Путина. Вот. Вот такая поза. Ну, здесь он задумался. Да, это такой, знаете, слушает. Вот, но сам по себе, ну, мысли у него свои. То есть он немножечко абстрагировался от того, что ему сказали. И, ну, скажем так, перезагружается немного. Ну, в принципе, я тоже то видео видела. И я видела, что Лукашенко, он еще пытается манипулировать Путиным. Когда он там говорит по поводу совместных действий, он его еще и пугает. Там в некоторых моментах я видела, что Путин, он резко убирает руку, и ноги у него, колени сводятся. То есть все-таки есть какие-то рычаги, которыми Лукашенко пытается манипулировать. Но они так слабо работают, но все равно они есть. Как он считает. Да, и реакция есть на них. Потрясающе. Еще один снимок, ну, скриншот, точнее, из пуловской видеозаписи. Светлана, пожалуйста, мы тут видим обоих. Ну, смотрите, здесь уже Лукашенко удалось чем-то заинтересовать Путина. Здесь даже, скорее, такой назидательный наклон. У Путина появилась, наконец, заинтересованность. Вы видите, корпус он наклонил вперед. То есть он уже как бы готов к какому-то сотрудничеству. Да, кстати, вот обратите внимание, у Путина, он приподнял ступни. И, кстати, во время того, как они разговаривали, Путин периодически ступнями притопывал. То есть он подсознательно давал посыл, что он как бы держит ситуацию под своим контролем. Это, знаете, когда кулаком по столу подошел, поставил, да, запечатлел, можно сказать. Вот здесь вот тоже наблюдается. Мы видим, что, да, появилась заинтересованность, и Лукашенко что-то записывает. Ну, видимо, там какие-то обещания или еще что-то. Наконец-то у Лукашенко появилась возможность не сидеть в такой заинтересованной позе. Но смотрите, все равно ноги наклонены в сторону собеседника, да. Он как бы частично, он слушает, такое внимательное слушание, а частично он записывает, конспектирует, как студент, которому дали определенное задание, и он его выполняет. — Светлана, огромное вам спасибо. Слушайте, я бы мечтал также, как вы разбираться в таких нюансах. Действительно, это просто, я не знаю, это кладезь информации. Вот так вот можно без слов считать. А что нам еще остается делать? Я благодарю Светлану Филатову, физиогномиста. А что нам еще остается делать, если об этой встрече никому ничего не известно, и все, что мы можем попытаться понять, кроме официальных, естественно, заявлений. Все, что мы пытаемся сейчас понять, а что, собственно, было на самом деле. Светлане Филатовой огромное спасибо. Она тут очень во многом помогла нам разобраться. Это Большой Ньюсток на РТВИ. С вами Гарри Книгницкий. Мы сейчас ненадолго прервемся, и я почитаю ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok